Арина Соболенко прошла во вторую неделю Ролангарос. Если она выиграет турнир, станет первой ракеткой мира. В этом и заключается главная спортивная интрига открытого чемпионата Франции. Но некоторых аккредитованных в Париже журналистов совсем не волнует теннис. Они выполняют иные задания редакции и приехали, чтобы задавать одни и те же вопросы о политике. Дошло до того, что белорусская вынуждена была обратиться к организаторам, и те просто отменяют пресс-конференции. Заметьте, французы отменяют сами, и никакого штрафа Соболенко не последовало, потому что люди видят, ситуация нагнетается искусственно. Однако прессинга белорусские все равно не избежать. В четвертьфинале ей играть с украинкой Элиной Светолиной. Это «Спорткадр». Здравствуйте и смотрите далее в программе. Мы после своей грубой ошибки получили мяч в свои ворота. Юрий Пунтус снова возглавил «Макс Лайн». Реанимировать свою бывшую команду пришлось в Витебском дерби. Попытка неудачная. Надо искренне играть, даже если противник сильнее тебя. Основатель искреннего футбола Эдуард Малафеев на девятом десятке жизни делится своими правилами. Наша цель, основная задача Федерации – попасть на Олимпиаду. Две мужские медали на чемпионате мира по тейквондо. Белорусы триумфально вернулись на чемпионат мира. Динара Олимбекова пропустит следующий сезон. Она уходит в декретный отпуск. Белорусский футбол в высшей лиге спорткадром обычно освещается большими формами. Но в этот раз возьмем передышку. Ничего сверхъестественного в элите за выходные не произошло. После ничьей в Жодино Неман имел возможность стать главным преследователем Минского Динамо по итогам третьей дистанции. Для этого нужно было обыграть Ислач в гостях. Убедительная победа 3-0 и Гродно вместе с Жодино продолжают преследовать лидера. К этой гонке уже точно не присоединится по понятным причинам «Шахтер». Все глубже ввязнет в середине таблицы Бате. Поражение от Слуцка в гостях стало для борисовчан четвертым матчем без побед. В целом довольны победой над, скажем так, непростым соперником. У нас, откровенно говоря, не совсем получился первый тайм. Не вошли мы немножко в игру. Ну, хорошо, что забили гол. Ну, в втором тайме перерывы перестроились. Я думаю, что мы сыграли второй тайм, так хотели играть. Самое главное, что дотерпели, не дали сопернику забить. Там момент был у них при счете 2-0. Ну, в целом, я думаю, закономерная заслуженная победа. Нам показалось, что вы где-то умышленно сопернику на старте матча отдали инициативу. Это не так? Атеисович заставил вас так? Так. Мы, во-первых, начали, скажем так, просили не начинать с брака. Вы смотрели первая передача в аут. И вот мы 10 минут, ну, скажем так, не было контроля. Не очень хорошо играли опорные полузащитники. И, как бы, если чем было, скажем так, территориально преимущество. Ну, потом где-то нормализовалось. Переходили в атаки. Был контроль. Потом опять какие-то... Ну, первый тайм у нас, скажем так, не получился. Коррективы. Ну, ребята опытные, в принципе. Во втором тайме все получилось так, как надо. У вас, наконец-то, не то чтобы опустел, но все-таки заметно прорядился список тех людей, которые за травм в матч пропускают. Скажите, на каком свете сейчас находится Алимардон Шукуров и когда ждать его возвращения? Сейчас я думаю. Это самое... Алимардон выйдет со слави, может быть, на замену. Вот. Мы ждем возвращения наших четверых футболистов. Очень ждем. Вот комиссия будет заседать 17-го числа. Я думаю, что получится. У нас сейчас хорошая ситуация, что мы хорошие игроки, как Леха Личин, Андрей Якимов, они усиливают Папа Рега. С скамейки. Ну, это радует. У нас хороший климат, хорошее настроение. А может, есть у вас же какая-то информация о перспективах возвращения тех футболистов, о которых вы говорите? Что было заседание, слава богу, оно состоялось после долгого, скажем так, непонятного перерыва. 17-го числа будет нам, скажут вердикт. Мы очень надеемся на положительное решение. Готов вернуться в свою бывшую семью. Это заголовок интервью Юрия Пунтуса для сайта «Спортпятьбай», которое он дал по поводу смены работы. Из «Нафтана» Юрий Иосифович перебрался в перволиговый «Макс Лайн». В этом самом интервью высказывались подозрения, что футболисты работают спустя рукава, поэтому и застряли в середине таблицы. Пунтус же обещал напомнить свои требования тем, кто распоясался. Тем более, что в субботу кочевую команду ждало какое-никакое дерби. Витебск еще хуже начал сезон и собирается биться за очки в кровь. Спорткадр не мог оставить без внимания этот поединок. Возвращение Юрия Пунтуса, конечно, дало команде второе дыхание, но победить в его дебютном матче не помогло. Уже витебский «Макс Лайн» не смог навязать свою игру, хотя опасные моменты и были. Минимальное поражение от хозяев поля оставило клуб на прежнем месте в турнирной таблице, но не отобрало желание все же поворотся за выход в высшую лигу. Шестое место не приговор. Возвращение Пунтуса действительно окрылило команду и дало надежду на хороший футбол. Процесс тренировок понимался кардинально. Мы, в принципе, знали, что это за тренировки по прошлому году. Ничего не изменилось. Сейчас работаем над физическими кондициями и будем, я так понимаю, продолжать, потому что тренинский штаб не устроил так, как мы передвигались, так, как мы играли эту игру. Пунтус – опытный тренер, он сразу видит, где кому что надо, на чем прибавлять. И мы верим в его, пригласили наше руководство его, и поэтому будем работать. Но вернемся к результатам матча. Надежды надеждами, но нужно смотреть правде в глаза. А правда пока такова, что победителем сомнительного дерби стал именно Витебск. Первая победа дома и четвертая виктория в сезоне. Подопечные Павлова отвоевали восьмую строчку турнирной таблицы и тоже уверенно нацелены на выход в вышку. Особенно, когда ставки так высоки. Речь идет уже о дальнейшем существовании клуба. Результаты команды. Если брать турнирную таблицу и набранные очки, то понятно, что мы совершенно другого ожидали и хотелось бы лучшего. Но если брать то, что ребята делают на поле, и я тем более знаю то, что планировалось с тренерами, что то, что отрабатывается, то я считаю, что мы на правильном пути. Если не будем шарахаться и у ребят немножко появится уверенность, если мы начнем хотя бы половину своих моментов забивать, то будет то, что планировали. Но пока у нас план один. Надо в этом сезоне вернуться выше Рилы. Матч в городе на Двине был слишком затянут. В первом тайме опасных моментов немного, но гол в раздевалку Макс Лайна все же прилетел. Хорошая атака с левого фланга. Карен Варданян дал пас Краснова, а тот красиво вколотил его в ворота гостей. 1-0. И как бы белые не старались отыграться, это у них не получилось. Хотя давление на синих они оказывали серьезное, когда казалось бы, что вот-вот и залетит, но не так уж все и просто. Да и первый гол добавил Витебску Куража. На атаке команды Пунтуса они тут же отвечали нападением на их ворота, иногда почти удачно доводя их до конца. А вот ситуацию с пенальти на 77-й минуте многие назвали сомнительной. Атака Витебска, где упали игроки обеих команд, и арбитр увидел в этом фолл Макс Лайна на быструю руку, назначив 11-метровый. Это решение не всем понравилось, особенно немногочисленным болельщикам белых, которые увидели в этом нарушение Аникеева. Но не без подсказки ассистента главный судья быстро передумал и засвистел уже в пользу гостей, что послужило спусковым ключком для тренера Витебска Александра Павлова, за что тот и получил желтую карточку. Но Макс Лайну отыграться уже ничего не помогло, и счет в матче остался прежним. 1-0 в пользу Витебска. Игра, конечно, расстроила. Мы уезжаем с этой игры с нулем очков, с чего не хватило. Ну, если рассматривать, два разных тайма получилось. В первом мы вообще ничего не создали, и в обороне много ошибались. И, как по мне, не хватило агрессии, не хватило желания, не хватило эмоций, чтобы как-то переломить ход игры. Во втором тайме немножко завелись, забегали, и впереди там цепляться начали. Так называемая дерби, наверное, получилась очень упорная борьба. Наверное, мы после своей грубой ошибки получили мяч в свои ворота. Но если брать те созданные моменты, которые были нами созданы, у чужих ворот, и в Витебском, у наших, наверное, Витебск сегодня был достоин вот такой победы в один мяч. Обеим командам было, что доказать друг другу. Макс Лайн, желающий взлететь, только набирает свою аудиторию, и победы для него как никому нужны. Но в то же время Витебск, чья фанатская поддержка и громче, настороженно относится к новичкам в городе. Для обеих команд это была значимая игра. Будем надеяться, что это станет шагом перед красивым взлетом вверх по турнирной таблице. Девятый десяток проживает в этом мире Эдуард Малафеев. В прошлую пятницу он праздновал 81-й день рождения. Если сложить достижения игрока и тренера, то ни одна личность в белорусском футболе не может с ним сравниться по достижениям. В его профайле есть различные награды чемпионата Европы, Советского Союза, деревянная медаль чемпионата мира. Но прежде всего это глыба, очень яркий человек. Здесь можно многое сказать, но лучше все же послушать Эдуарда Васильевича. Свои правила жизни человека и футболиста он изложил в одном из недавних интервью. Мяча Мустыгина, передача Малафееву. Удар, гол! Все равно в одном моменте там на пять эти руки пошли в ход. Не надо, ведь мы же договорились. Не делай честь и некрасиво, вот что-то просто. Сработали хорошо. И как часто парадоксально бывает у нас, в нашей жизни, после хорошей игры может пойти неважная игра. Это эликсир для моего сердца, вы понимаете в чем дело? Эликсир. Почему? Да потому что придя сюда в конце 62-го года, а в 63-м уже, как говорят, наша команда стала называться Динамо, вновь Динамо. И вот этот стадион, откровенно говоря, дал путевку мне в жизнь в полном смысле этого слова. Я пришел со Спартака, у меня было несколько предложений, я выбрал Белоруссию, Белоруссию. Помог мне в этом папа, потому что он играл после войны здесь, когда служил в армии, играл здесь за белорусский военный округ. Вы понимаете, в чем дело? И я вот пришел, и сейчас вот, находясь здесь, мне настолько каким-то образом уютно, настолько комфортно находиться здесь. Я опять вот каким-то образом почувствовал себя как-то молодым, что ли. Вы понимаете, в чем дело? И вот я, когда сейчас смотрю, мне сразу напрашиваются вот именно те слова юности моей, когда для нас был Павка Корчагин, герой и все остальное. Понимаешь, в чем дело? Этот стадион вот дал мне, например, дал ту жизнь, чтобы прожить ее было так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за что-то. И в какой-то степени я могу сказать, что что-то получилось. Что-то получилось, по большому счету. Понимаешь, в чем дело? И как футболист состоялся. Мог лучше? Конечно, наверное, мог. И как тренер состоялся? Мог лучше быть? Конечно, мог. Понимаешь, в чем дело? Но это все, это именно вот то ощущение этого стадиона, вот этой земли. Это вот какого-то такого одухотворения, которое вот здесь дух какой-то бродит. Именно такой добрый, добрый друг. Понимаешь, в чем дело? Я просто сейчас, как говорят, лечу просто. Понимаешь, в чем дело? У меня крылья поднимаются. Вот это, честно вам хочу сказать, быть совестливым к футболу, искренним к футболу быть. Ты понимаешь, в чем дело? Нельзя плохо играть. Надо искренне играть. Даже если противник сильнее тебя. Ты понимаешь, в чем дело? Противник сильнее, но если ты искренне поступаешь, когда делаешь... А это вот заставляли, или как бы обязывали нас болельщики. Ты понимаешь, в чем дело? Вот почему я и сам, и мои коллеги, и вот сейчас, когда молодое поколение растет, и когда я работал молодой, я всегда говорил, мои дорогие друзья, футболисты, ведь для чего мы служим? Мы духовная сторона общества, вы понимаете, в чем дело? Наша задача, наша задача полюбить очень, преданно и честно служить, понимаете? Быть всегда обязанными, понимаете, всегда быть честными перед дорогими нашими зрителями. Вот когда это чувство качества заходит в футболиста, тогда он не может обмануть, не может ни себя, ни народ обмануть, потому что ему до глубины души стыдно, потому что пробуждается совесть, которая должна быть у человека. Вы понимаете, в чем дело? Без пробуждения совести невозможно рост человека. И вот я вспоминаю, когда играем со Спартаком, второй круг, как сейчас помню, Маслаченко в воротах, и вот те ворота, вот те ворота, понимаешь, в чем дело? В те ворота остается несколько минут до конца матча. Я иду, у меня волнение, повышенное волнение, я думаю, господи, все в голове сразу проскальзывает, в уме там слагаю речи, речь только когда, господи, забью я обязательно, забью, забью, сам себе вот даю веру. Подхожу и забиваю гол, и мы побеждаем, понимаешь, в чем дело? Когда меня спрашивают, вот Спартаку забил, я говорю, ну, дело в том, что я, при чем тут здесь Спартак? Спартак, конечно, оно, как говорят, мне тоже приятно, что я вот забил, что я победил, в честной борьбе победил, но самое главное, я опять выполнил свой долг перед зрителями. Понимаешь, в чем дело? И это надо всегда помнить, мои золотые. И вот даже я еще раз говорю, что вот когда вы будете брать интервью у футболистов, у тренеров, у футболистов, у кого-то, вы вот это напоминаете, вот эти моменты, вот сказанные мной, что кого надо четко определить, для кого вы играете, почему вы должны любить болельщиков, почему вы обязаны перед ними, почему они такая же, как мать, мы всегда перед ними в долгу перед болельщиками, понимаешь, в чем дело? Сколько бы мы радости не делали, но мы остаемся всегда в долгу, потому что не будет их, футбол не нужен, понимаешь, мой золотушка? Вот ведь в чем вопрос самый главный. Когда мне было тяжело в 90-е годы, опять пришел на помощь Александр Григорьевич Лукашенко. Позвал меня, пригласил возглавить сборную страны. Я шел с таким надеждой, что я обязательно, мы поедем на чемпионат мира, но что-то не сладилось, понимаете, в чем дело? И инфаркт. И это в какой-то степени пресса меня в этом отношении настолько, как говорят, сделала. Я вроде двухсердечный был, вы понимаете? У меня здоровье было. Очень здоровье. Я за счет здоровья играл, вы понимаете, в чем дело? И видите, даже вот эти вот моральные, духовно-нравственные начала, которые вы иногда задевали мои, я так переживал, я так переживал, что даже не выдержал даже мое двойное сердечко, мои хороны. Но я вас не осуждаю, я всех и всегда прощал и буду прощать, потому что я в этом отношении христианин. И в этом только и есть, как говорят, жизнь человеческая. Потому что обиды, какие-то другие вещи ты в могилу с собой не возьмешь. Поэтому я и говорю всем людям, которые верят в Бога, прощайте все это дело, прощайте. Но предательство можете не прощать там как бы, но все равно простили, но в какой-то степени будьте осторожны с теми людьми, которые, может быть, вас предавали. Понимаешь, мои хорошие, вот, дай Бог, дай Бог мне здоровья, я буду продолжать, продолжать, срываться и бежать, чтобы мой гнев кипел сильнее. В уме буду слагать речь, она будет звучать сурово, звучать жесткостью моей. Но вот увижу вас, и все забыто снова, и я спокоен вновь, я камня холодней, а завтра снова в путь, и снова буду жаждеть слова, пока жив. Две медали чемпионата мира привезли белорусы из Баку. Невиданный успех мужской команды, хотя нужно признать, что Георгий Гурцы все же воспитанник российского тэквондо. Однако в нынешней ситуации важнее другое, как белорусов воспринимает мировая общественность после возвращения в нейтральном статусе. Как себя в этом статусе чувствуют сами спортсмены. И раз уже пришел такой успех, быть может, есть резон погнаться за олимпийскими лицензиями в Париж. Андрей Козлов расспрашивал участников чемпионата мира. По возвращении домой начали с красивых слов. Еще раз пожелаем вам здоровья. Бронзовый призер чемпионата мира Артем Плонис и Егор Козлов, который также выступил неплохо, не обошли вниманием тех, с кем трудится изо дня в день. Как ты сохранил мотивацию после того, как нас отстранили, как и все виды спорта, да, но вас вернули одним из первых. Вот как ты все это время работал, тренировался, как себя мотивировал? Я занимаюсь этим слишком долго, чтобы бросать, поэтому у меня мотивация была просто продолжать заниматься любимым делом. Выступление свое оценю, наверное, удовлетворительно. Тренера довольны. Вот, выиграл два боя, в третьем проиграл. Изначально шел просто заниматься ради физической нагрузки, как бы, занятий после школы. Вот, ну, потом начал появляться какой-то результат, стало интересно, втянулся. Ну, вот сейчас хочется дальше продвигать тэквондо в Беларуси, ну, и на международном уровне также. У белорусов состоялось две медали на чемпионате мира. У Артема Плониса бронза, у Георгия Гурциева серебро. Обе исторические, ведь эти две белорусские медали стали первыми для наших мужчин в истории чемпионатов мира под тэквондо. Девушки брали первые 22 года тому назад, сейчас дела у них не так хороши. В свое время женскую команду загубили, в принципе, полностью. Получилось, как выжженная земля. Вот мы сейчас вот на этот чемпионат мира мы свозили трех девочек в олимпийских весовых категориях 49, 57 и 67. Я думаю, что мы возродим женское тэквондо. Хочется напомнить, что первые медали чемпионата мира нам принесли девочки в 2001 году. Тогда было две медали на чемпионате мира в Корее. Георгий Гурциев после чемпионата мира последовал своим маршрутам, уже трудится на сборе. Но именно он стал реальным претендентом на участие на Олимпийских играх в Париже. Но есть масса нюансов. Важно заметить, что белорусы взяли медали именно в олимпийских весовых категориях. Георгий Гурциев набрал 85 рейтинговых очков и уже вошел в топ-15 спортсменов. У него уже есть шансы попасть на гран-при. Гран-при это дают дополнительные очки. И при благополучном стечении обстоятельств можно попытаться даже постараться влезть в рейтинг напрямую, отобраться на Олимпиаду. Попадание на Олимпийские игры в Париже проходит по двум критериям. Первые шесть человек отбираются из общего рейтинга по списку. Для этого надо участие в определенных турнирах, чемпионатах мира, чемпионатах Европы, которые приносят определенные очки и гран-при. На сегодняшний момент Георгий Гурциев попадает в зону гран-при, он 15-й. Артем Плонец где-то будет, наверное, районы 24-25 в мировом рейтинге. То есть, большая вероятность, что мы белорусского такмандиста увидим на Олимпийских играх Парижа? Прогнозы – дело плохое, но мы для этого и работаем. В общем-то, наша цель, основная задача Федерации – попасть на Олимпиаду. Олимпийская квалификация. Насколько реально ее пройти в нынешних условиях и поехать в Париж? Реальность очень высокая, я считаю. Сейчас будут проходить гран-при и надеюсь там урвать еще очков для рейтинга, чтобы попасть на Олимпийские игры. Если не получится через рейтинг, то есть еще квалификационный отбор. Сам чемпионат мира в Баку в свете кризиса в мировом олимпийском движении стал глотком свежего воздуха и на самом деле примером для других видов спорта. Ведь форум стал по сути территорией свободной о дискриминации, если, конечно, взять за скобки отсутствие Баку нашего национального флага. И вот когда вы приехали, как вам относились? Как внутри сборной Беларуси, если она будет участвовать другим командам, как пример на международных стартах, в чем там есть нюансы внутри? Ну, я скажу, к нам вообще всегда дружелюбно относятся в этом заслуга Федерации. Дело в том, что наша Федерация имеет хорошие дружеские связи со всеми остальными Федерациями. И все были очень рады, что мы получили право выступать, все понимают, что это политические решения. В принципе, отстранение спортсменов – это большая глупость. Все нас поддерживали, в общем-то, никто не высказался против. Конечно, будут какие-то еще шероховатости, потому что, как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про враги. Вот сейчас вот столкнулись с тем, что чемпионат Европы по олимпийским весам проводится в Эстонии. Но в Эстонии на государственном уровне запрещено участие белорусских и российских спортсменов. То же самое это же запрещено в Германии и в Голландии. Возможно, еще какие-то страны будут. Мы уже разговаривали с руководством Европейского Союза Тейквондо о том, чтобы проведение данных чемпионатов, может быть, было на тех странах, в тех странах европейских, где нету такого отношения, где политика не влияет на спорт, потому что политика Международного олимпийского комитета достаточно четкая, понятная, прозрачная. То есть нет такого, что ты приехал и чувствуется, что команда, которая была сейчас в бане международном, такого нету прямо? Ну, только в плане рейтинга. То, что не было других каких-то международных стартов, все это был первый. Ну, а так, в принципе, нет. С 13 видов спорта допущены до участия. Вот, например, был прецедент уже даже, что Польша не пустила российских белорусских спортсменов на чемпионат Европы, и чемпионат Европы сняли с рейтингового. То есть отказали им в начислении рейтинговых очков. Это, наверное, дискриминация, о которой, говорится, говорят все демократы. Когда она в их сторону, то все с удовольствием эту дискриминацию или еще что-то вспоминают. Когда это не в их сторону, то об этом все молчат. Пауза эта, которая не давала нам участвовать, позволила нам плотно посотрудничать с командой сборной России, потренироваться совместно. Мы провели три совместных сбора, даже четыре совместных сбора. Сборная команда Олимпийской России приезжала сюда и на Кубок Белоруссии, и на чемпионат Белоруссии, что явилось хорошими спарринг-партнерами. Лучше в мире нету, тем более это команды, действительно, ведущие в мире. Что будет дальше, покажет время. Но в белорусском ТХЭК-фондо сделан первый и внушительный шаг. И в заключении биатлонная новость. Динара Олимбекова-Смольская пропустит следующий сезон. Причина самая приятная, которая только может быть. Динара беременна. Видео с праздника по случаю определения пола ребенка олимпийская чемпионка разместила у себя на странице в Инстаграм. У пары будет мальчик, и пополнение семьи Смольских ожидается осенью. Я вас очень сильно люблю. С первой секундочки своей жизни. Вы мои гусенькие. А я ваш сыночек. И это все на сегодня. Агентство теленовостей представляет проект «Спорткадр» на «Беларусь-5». Еще увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова